Нам приходилось строить разные дома, в том числе и очень большие. Но вот именно эта маленькая банька заняла особенное место в наших сердцах. Нам в руки попал очень старый и ржавый автомобиль. Эта работа была очень интересной, потому что это не была обычной покраской автомобиля. Это была реставрация. Мы не просто красили автомобиль, мы возвращали его к жизни. И на это ушло очень много времени. Полностью снять все свои краски и слой битума, которым были покрашены колеса. Мы долго думали, каким цветом покрасить эту оригинальную баню. И сразу поняли, что обычный цвет не подойдет для этой бани. И поэтому мы выбрали хамелеон. Была интересная идея установить баню наполовину рубленную со стеклянным верхом. Сделать это было весьма непросто. Мы установили на машину специальную площадку из металла. Мы поставили баню пазами в этот металл. Просверлили все углы и все вертикальные столбы. То есть она у нас жестко скручена. Делалось это для того, чтобы баня не деформировалась при перевозке и при эксплуатации. Очень интересный способ монтажа стекла. В бревнах выбрано пазы, стекло вклеено в бревна. Сверху видите бревна, которые захлопают от стекла. И непосредственно на них уже смонтирована легкая изящная крыша. Внутри этой бани установлена печь немаленького размера, весьма искусная. По периметру внутренней отделки бани сделаны полки из широчайшего кедра. При своих небольших размерах маленькая банька многофункциональна. У нее имеется площадка, которая откидывается и поднимается при транспортировке. Лестница, которая упирается, место для хранения и перевозки дров и, конечно же, бочки с водой. Это очень необычный объект, очень интересный. Его можно даже считать золотником среди моих работ. Также мы принимали участие в создании подсветки данной бани. По периметру баня украшена диодной лентой. Настил и площадка освещены точечными светильниками. Наши немецкие партнеры заказали эту баню для себя. Им она очень понравилась, и поэтому мы с ней прощаемся. Буквально завтра она уезжает в Германию.